Ребят, всем привет, с вами Давид, и добро пожаловать в Mortal Kombat 11! Конечно же, спасибо большое моему другу Рамилю, вот, благодаря человеку, можно сказать, спонсору этого видеоролика, не только видеоролика, да и вообще запуска Mortal Kombat 11 на нашем канале. Вот, я играю в эту игру, блин, наконец-то, онлайн бета! Это, конечно же, не бета за предзаказ, стресс-тест, который можно было получить только американцам, но, конечно же, русские схитрили, создали американские аккаунты, там, кто успел урвать коды, да, зарегистрироваться, те и получили ее, собственно. Вот, и, блин, я не знаю, я только запустил игру, я не осваивался, я не играл в бои, ни в онлайне, ни в башне. Сейчас будем все смотреть с вами, будем изучать игру и пытаться что-то в ней сделать. Так, хорошо, хорошо. Давайте, собственно, зайдем, я думаю, в башни. Классик Тауэр, классические башни. Хорошо. Или, я не знаю, в башни пойдем? Давайте рассмотрим детальнее игру. Хм-хм-хм-хм-хм-хм. Кастомайз. Чараптерс. Короче, так понял, из написанного встречного, так сказать, меню в кастомизации было сказано то, что все действия, которые мы сейчас наверстаем, так сказать, в онлайн-бете, не перейдут в Mortal Kombat 11, финальную версию игры. Вот. Ну, печально, печально, печально. Ну, хорошо. Мой любимый персонаж, Кабал. Кого мы здесь имеем? Так, подождите. Стоп, это же стресс-тест. Здесь должно быть три персонажа. Откуда тут еще два взялись? Откуда здесь Джейт и Кабал? Ни хрена себе. А ничего, походу, серверы игры сломали, что ли? Офигеть. Здесь в стресс-тесте должен был быть только, как бы, Барака, Скарлетт и Скорпион. Откуда тут появился Кабал и Джейт появилось? Охренеть. Ну, ладно, ладно, это только в плюс. Это хорошо. Это меня радует. Хорошо, давайте начнем с Кабальчика. Блин, Кабал, я тебя не видел со времен Mortal Kombat 9. Капец. Я как помню, что я только не творил за Кабал? Блин, это персонаж Кабала вернули в Mortal Kombat 11. Ребят, я, походу, уже знаю, кого я буду мейнить сейчас в бетке. Вот. Естественно, Кабал. Так, хорошо. Давайте посмотрим маску. Кабал можем кастомизировать. Так. Ой, вот это вот вообще, вот это круто. Я вот эту оставлю круто. Так, что мы можем? Круки изменить? Хорошо. Давайте более, вот, какие-то, я не знаю, классические, что ли. Поставим. Не, вот эти пусть будут. Вот эти круто. Вот они будут. Так, хорошо. О, черепушку можем увидеть. Ничего себе. Прикольно. 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 Даже вот такую вот мелочь, даже вот такую вот мелочь, все равно в игре можно изменить. Это круто. Так. Хорошо. Так, вот он, стиль другой. Давайте тоже поставим его в человеческом облике. Пусть будет без маски. Пусть будут вот эти круки. Хорошо. Смотрим дальше. Что здесь? Здесь пусть останется вот такая вот черепушка. Окей. Ну и третий стиль. Третий стиль тоже видоизменим. Нет, что-то мне не хочется его кастомизировать. Он и так выглядит няшно. Блин, ладно, этот не будем стиль кастомизировать. Хорошо. Хорошо. Можем создать свой стиль боя. Вот это уже интересно. Вот это уже интересно. Это довольно необычно. В Mortal Kombat такого никогда не было. Но разработчики вообще попытались что-то сделать в Армагеддоне. В Армагеддоне тоже была углубленная кастомизация. Но вот в Mortal Kombat 11 они решили ее улучшить и как-то дорасширить. Это круто. Это тоже хорошо. Так. Хорошо. Скины. Скины на Кабао можем посмотреть. Вот это уже тоже круто. О, это чего? Это скин из МК-9? А ну, а ну, а ну. А как посмотреть его ближе? Смотрите, прям по угловой руки у Кабао тоже были в Mortal Kombat 9. Я помню. Блин, а скинчики-то неплохие. Завезли в игру. Давайте вот такого вот оставим. Вот мне вот в таком вот облике нравится Кабао. Ну, ну тут прям вообще по-зимнему как-то. Вот такой пусть будет. Пусть немного будет напоминать Mortal Kombat 9. Не, это скин. А, я понял. Все, 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 я понял. Мы можем изменить. Можем... О, круто. Можем рассмотреть Кабао. Красота. Вообще класс. Блин, я удивлен. Я удивлен, честно говоря. От этой игры. Пока что я на эмоциях. Мне пока что все нравится. Не, давайте. Вот мне больше нравится вот такая вот. Вот такая вот стойка. Хорошо, завершать будем. Думаю, вот таким вот образом. Хорошо. О, нифига себе. Можем фаталити, бруталити посмотреть. Круто. Круто, круто, круто. Ну, это понятно. Это понятно. Давайте двигаться дальше. Оу. Это что у нас такое? Приема можем выбрать. Нифига себе. Давайте, давайте. Что-нибудь такое крутое возьмем. Кабао. Окей. Окей. Вот это мне уже нравится. Так. Хорошо. И, пожалуй. О, не, не, не. Давайте вот это вот выберем. Окей. Все, неплохо. Создал свой стиль. Так. Так. Так, 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 так. Угу. Блин. Ну, здесь я ничего не знаю. Здесь я ничего не буду трогать. Давайте взглянем на другие режимы. Именно заценим механику боя. Геймплей. Почувствовать нужную игру. Нужно почувствовать игру. Понять, как все это дело играется. Поэтому выходим отсюда. Сразу пойдем в... Файт. Так. Ну, давайте для начала рассмотрим хорошо. Давайте рассмотрим, какие здесь присутствуют режимы. Конкуэр. Что-то я подумал, Конквест. Как будто здесь написано. Конкуэр. Что-то мне показалось, как будто здесь Конквест написано. Ладно. Ну, это, я так понимаю, со-режим. Здесь мы... Вот. Видите? Режим истории закрытый. Так. Tower of Time. А, это как в Injustice 2. Это как в Injustice 2. Временные башни. Проходя которые... Ну, мультивселенные в Injustice 2 были. Здесь... Таймлайновые башни, так понимаю. Да? Ну, короче, ты типа... Ты типа заходишь в башню, там... Побеждаешь соперников, босса. И за это получаешь награды. Здесь то же самое. Видать, будет Mortal Kombat 11. Ну, прикольно. Я в Injustice 2 не играл. Я хотел приобрести Injustice 2. И поиграть в игру до покупки Mortal Kombat 11. Вообще, до того, как я поиграю в эту игру. Башни нам доступны. Классическая башня. Classic Tower. Crypt. Crypto. Crypto закрыта. Вот. Ну, из всех режимов Conqueror нам доступны только классические башни. Хорошо. Нет, давайте в башню пойдем попозже. Посмотрим, что еще мы здесь имеем. Fight. Локальный бой. Ну, не знаю, что это такое. Ну, локальный бой-то, по сути, вот ты сидишь за одной консолью, да? Подключил второй геймпад и можешь в этом режиме играть. Как бы с другом, братом, сестрой. За одной консолью. Вот что такое локальный режим, наверное. Нифига себе, турнир. Турнирная лестница, турнирный онлайн-режим или что-то такое будет. Если здесь будет режим турнира, как в том же Текине, седьмом, например. А, возможно, даже и лучше. То это реально будет круто. То есть нам не нужно будет заходить, допустим, в Царь Горы. Там, как-то приглашать, закрывать Царь Горы. Приватным делать, чтобы нормально заценить бой других игроков. Не придется сидеть в АФК и ждать, пока люди отыграют поединок. Если здесь будет нормальный турнирный режим, то, блин, ребят, чувствую, у нас на канале будут проводиться турниры по Mortal Kombat 11. Охренеть. Ануай. Оу, батл. Не значит такое. Тоже какой-то, видать, режим. Новый или не новый. Ануай. Хорошо. Ну, кастомизация, это понятно. Лео. Что здесь мы имеем? Практика. Практика закрыта. Туторио закрыт. Фаталити. Тренировка закрыта. Так, хорошо. Хорошо. Ну, для начала пойдем, я думаю, в онлайн сразу. Так, батл. Ну, здесь что-то в виде рейтинговой битвы. Ты рандомно можешь находить соперников. Но на самом деле здесь можно находить и своих людей, и своего оппонента. Ух, круто. Первый бой. У него шанс на мою победу вроде бы 40%. А у меня на его победу 60%. Вот. Давайте возьмем Кабао. Где там наш стиль? Блин. А где стиль-то наш? Где наш стиль, а? Вот он. Давайте пройдемся по аренам. Давайте возьмем первую арену. Ну, посмотрим, там как уже выпадет. А, Найс. Найс, хорошо, ребят. Хорошо, хорошо, хорошо. Первый бой. Первый бой. На самом деле, сейчас я буду нажимать просто чего угодно. Блин, игра красивая. Она яркая, она офигенная, ребят. Это так круто. Блин. А, круто. Все, первый бой. Блин, где здесь кнопка блока? Ага, вот у нас на F2. Так, окей. Он уже задрочил Скорпиона. Я ничего не знаю за Кабао. У Кабао есть NGP. И просто давляет под первый же номер. Ай, а геймпады звуки какие доносятся. Где он? Блин, фаталбол, я хотел фаталбол активировать. Черт. Ребят, как бы ты играли. Так, тихо. Ох, крашенбол активировал. Нормально. Крашенбол уже пошел. О, закомбил, ребят. Я что-то сделал за Кабао мальчика своего любимого. Нормально. Уже комбы получается. Хорошо. Мне это нравится. Это круто. Блин, офигенная игра. Я ее хочу уже еще больше и больше купить. Найс. Попал. Найс. Забрал раунд, ребят. Хорошо. Замечательно. Найс. Забрал, загабал раунд. Что, ребят, будем становиться все-таки такими же жесткими, как в старые 2014-е годы, да? Закабала. Ай, пошел, пошел, пошел. Комбить начинает. Ах, оружие, оружие не взял. Он просек фишку. Ай, тихо, 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 тихо. Не закомбил. Не закомбил, ну ладно. Моя первая победа. Моя первая победа в Борталл Кобот 11. Ребят, ребят, поставьте, пожалуйста, лайк. Найс. Ах, ты мой любимый кабал, красавчик. Моя первая победа в Мортал Кобот 11. Красота. Ну что, ребят, неплохо, да? Неплохо начал. Я думаю, я сейчас пойду в онлайн, и мне там наваляют. Под первый же номер. Ну что ж, ребят, у меня на этом все. Если вам понравился такой вот обзорчик Мортал Кобот 11, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мортал Кобот 11 на канале будет много, очень будет много. Особенно тогда, когда я куплю эту игру. У меня на этом все. Настроения у меня радостные, благодаря Рамильке. Вот, Рамиль, если ты смотришь это видео, привет. Привет, дружок. Все, всем пока, я пошел играть дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.